друзья мои всем привет приветствую вас на своем канале вязание с татьяной и сегодня с вами я татьяна в данное видео я хочу посвятить болталки очередной и ответить на вопросы тега тег придумала маша ссылку на ее канал я оставлю в плейбоксе пока буду болтать буду вязать да я вяжу джемпер из мохера и сейчас на него снимаю экспресс мастер-класс вот и решила чтобы время не терять да я повяжу его потому что нравится мне изделие которое получается нравится мне вот это полотно из того что я вижу вот поэтому мне так хочется его вязать как говорится сейчас именно мне вот его хочется повязать данный тег называется немножечко о главном и в данном теге я буду использовать телефон для читания вопросов поэтому буду немножечко останавливаться данном теге 14 вопросиков и так если вам еще интересно то предлагаю взять вязание в руки налить чайку кофейку сачку и и повязать и послушать мою болталочку первый вопрос немножечко о себе имя возраст дата рождения семейное положение но меня зовут татьяна мне 37 лет день рождения у меня восьмого февраля с семейное положение я замужем коротко и ясно напомнила мне сейчас анкету из детства когда в школе были придумывали у нас были такие тетрадки и раздавали мальчикам и девочкам и эти тетрадки в этой тетрадке были записаны вопросики такие разные секретные не очень как мы тогда думали было весело конечно сейчас нынешних детей по крайней мере у моих такого нет они даже не знают что это такое ну ладно значит переходим ко второму вопросу где вы живете ваше самое любимое место в вашем городе я живу в московской области город люберцы это 8 километров от москвы может быть уже даже меньше потому что у нас открывают метро все ближе и ближе любимого места наверное у меня нет я родилась и выросла в люберцах периодически мы жили с родителями переезжали то в город то страну ну и все равно в итоге я вернулась в люберцы и живу и планирую собственно здесь и жить любимого места в городе ну не знаю нет у меня такого места любимого нет никогда не задавалась так таким вопросом погулять если отдохнуть именно в городе то можно сходить центральный парк но я бы не сказала девчонки что это мое любимое место и не знаю нормально это или нет но любимого места нет как-то так третий вопрос если у вас домашнее животное если нет то кого бы вы хотели завести меня два домашних животного кошка шотландская веслоуха ей 7 лет и морская свинка жорик жорик у нас с нами годик второй уже пошел в прошлом году мы подарили его дочки на день рождения выпросила она ну а шотландская кошка с нами уже ну достаточно давно у нас была собака давно ранее да она с нами прожила 12 лет и по старости умерла и и потом вот моя дочка была еще маленькая она очень любит кошек выпросила себе кошку мы приобрели ей кошку и в общем то она теперь с нами хотела бы конечно я чтобы у нас лучше было бы собака ну собаки как-то мне больше нравится нежели кошки но ничего не сделаешь есть кошка значит есть кошка так четвертый вопрос каким инструментом вы владеете и какой опыт непрерывного вязания я вяжу только спицами крючком я не вижу я очень бы хотелось научиться крючком вязать вполне возможно я начну учиться я крючком умею только петли набирать воздушные и все дальше как-то у меня все выпадает пропадает я не понимаю как мне петли эти набирает чтобы у меня было полотно ровное чтобы не косила если я начинаю вязать меня дочь моя учит 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 я не понимаю не знаю почему мы не понимаю все вот как-то вот не идет мне хочется научиться но из-за отсутствия свободного времени меня не получается буду зимой в отпуске вполне возможно что я буду осваивать методику вязание крючком но потому что мне хочется крючком можно такие красивые модельки вязать прям залюбуешься красота непрерывное вязание нет у меня такого я не могу сказать сколько у меня непрерывного вязания так как вижу давно да там со школы но у меня всегда были большие перерывы прям огромные девчонки длиной в несколько лет не было надобности не было желания и вот если брать нынешнее время нынешние до волну сказать можно наверное так моего вязание то у меня непрерывно получается с ноября месяца то есть девять месяцев это вот третье наверное волна или четвертое непрерывного вязания никогда даже вот девять месяцев это уже много и никогда раньше непрерывно столько не вязала я вязала от случая к случаю никогда не было такого что я прям вот вижу целыми днями если сейчас такое есть я могу вязать целыми днями и каждый вечер приходя с работы я вижу я вообще удивляюсь меня никогда в жизни не было девчонки такого наверно старее и чего-то хочется такого я шучу конечно хотя в каждой шутке есть доля шутки так что мой ответ на этот вопрос непрерывное вязание четвертая волна где-то 9 месяцев как-то вот так по-разному бывает у всех так пятый вопросик пятый вопрос значит какую первую вещь вы связали какие были у вас эмоции я первую вещь связала еще в раннем возрасте совсем до этом я училась в школе в начальной по моему и пошла на кружок вязания от школы и первая вещь у меня по моему было шарфик что ли я не помню шарфик потом носки потом варежки но вот как-то вот в такой последовательности нас учили мне кажется все именно так и было после набора того как мы научились петли набирать мы стали вязать вот наверное самый простой шарфик потом базовые носки и базовую варежку это были первые мои такие вещи ну какие эмоции естественно ребенком еще у меня 10 лет не было эмоции восторга что я могу я такой подвиг совершила что я могу собственными руками детском возрасте связать какую-то вещь естественно одни положительные восторженные эмоции были о том как я радовалась мне кажется это нормально особенно в детском возрасте наверное все дети так вот шестой вопрос сколько времени вы посвящаете вязанию я посвящаю вязанию так много времени как мне бы хотелось по вечерам прихожу с работы вяжу в основном это два-три часа в день я даже умудряюсь перед работой связать один-два рядочка по выходным особенно когда я выходной на даче я там много вяжу особенно если дождик я могу просто целыми днями вязать вот выходные меня сильно загружено получается если я на даче если я дома ну когда все дела сделаны то почему бы и не повязать а так в основном по вечерам вяжу прихожу с работы и вяжу так седьмой вопрос как относится окружающие родные друзья и так далее к вашему хобби ну в принципе ровно относятся муж спокойно относится реагирует ничего не говорит но иногда бубнит если я вот решаю провести съемку и занимаю кухню потому что я снимаю на кухне я стараюсь чтобы все были накормлены и только тогда ее занимаю так ну дочка моя хорошо потому что она мне изначально и монтировала видео она мне нашла все эти программки разобралась в них нормально относится то есть никакого негатива радуются если я когда вещи провязываю радуются говорят какая красивая или не красивая вот нормально в общем относится я сама к себе самокритично отношусь если вещь получается некрасивой ну да ладно так восьмой вопрос на сегодняшний день ваша самая любимая пряжа какую бы вы хотели попробовать на сегодняшний день моя самая любимая пряжа пряжа ализе наверно какая-нибудь классик скорее всего да ализе классик это мне кажется самая любимая по крайней мере из того что я пробовала я вижу из бюджетной пряжи и с дорогой не вижу в общем наверное даже скажем вся линейка ализе мне нравится какую бы я хотела попробовать пряжу я бы хотела конечно же попробовать какую-нибудь итальянскую пряжу биби биби я хотела бы попробовать потому что магазинах она не дешево стоит а вот там где я покупаю там на птовых закупках там нет и и поэтому не могу приобрести покупать магазине у меня честно говоря жабы душит ну и какую-нибудь итальянскую там но не знаю в общем любую такую которую здесь невозможно бобинную пряжу смотрю девчонки вяжут прикольная такая она это из для меня недоступна потому что либо стоит как самолет либо нужно искать из тех которые я могу купить естественно я все себе потихоньку заказываю и всю пряжу пробую пока вот я в восторге от линейки ализе я пришла к выводу что мне вообще нравится больше из темной наверное из теплой пряжи вязать зимнего осеннего варианта из хлопка ну так это для разнообразия скажем до гернар джимс вот мне тоже понравился вязала я плед кофту вязала мне не нравилось а вот пледик я связала голубой мне очень понравился за этой пряжи вязать посмотрим я не все не приступлю к вязанию из картопа мужского джемпера посмотрим пока по фаворитам у меня выигрывает ализе турецкая пляжа так переходим к девятому вопросу значит какие рубрики на каналах о вязании вам нравится больше всего болталки обзоры готовые работы и так далее обзоры я практически не смотрю не знаю почему мне они в общем то не нужны я думаю как если мне нужно будет какая-то пряжа я ее все-таки все равно куплю и сама пойму то есть ну не знаю не нужными я обзоры не смотрю болталки да безусловно смотрю все болталки особенно моих любимых блогеров я смотрю люблю болталки готовые работы да тоже смотрю но опять же только любимых блогеров принципе и все болталки и готовой работа на мастер-класс конечно я тоже периодически смотрю если меня интересует эта вещь вообще посмотреть технологию как вязали из чего вязали какими спицами туда смотрю а так нет не смотрю 10 вопрос вы любите чтобы вязальный блогер был в кадре смотря только в камеру вместе с вами вязал или же руки с вязанием в кадре но наверное зависит от видео который снимает и показывает блогер то есть если это мастер-класс то мне в принципе на блогера не нужно смотреть мне достаточно видеть вот руки с вязанием как вы сейчас видите в кадре если это какая-то болталка то также естественно я могу меня не не напрягает если блогер вяжет сидит и набалтывает рассказывает что там это отличный вариант а вот видео готовых работ ну и 50 50 на 50 мне и так и так нравится потому что в основном я все это смотрю и слушаю под вязание а когда мы вяжем и либо считаю либо просто смотрю вязание и все вот эти вот болталки идет как фоном да но чтобы себе раскрасить вот это вот поэтому для меня ну совсем не принципиально весь блогер или наполовину так значит 11 вопрос что для вас ваш канал о вязании заработок хобби общение и так далее но для меня это хобби в первую очередь и больше это хобби даже не заработок общение но в основном общение оно все таки получается пока по крайней мере одностороннее это хобби и время приятное время провождения то есть я мне я радуюсь от того что я для себя это делаю я радуюсь что это кому-то вам нравится из вас да вот все подписчики которые меня подписаны я всем благодарна то есть это любимое хобби любимая душно 12 вопросе в девчонки ваши отношения какой-либо рекламе на канале по вязанию нормальные отношения особенно если реклама нормально не напрягающие да там в минуту там в 10 нормально она меня не напрягает я могу смотреть и и то есть мне не принципиально так тринадцатый вопрос как окружающие узнавали о вашем канале кто из них вас смотрит передавайте им привет ну из моего окружения мало кто знает моем канале одна подруга только знает и его смотрит анюта я передаю тебе привет смотри дорогая и вяжи ну дети мои знают больше принципе меня никто не знает о том что я не распространяюсь скажем так да ну зачем из этого делать публичность это мой канал моя территория и так девчонки о моем канале знает моя подруга анюта и естественно знают мои родные что у меня есть канал на работе я не распространяюсь то есть на свою территорию не хочу пускать ну и зачем лишний разговор обсуждения не все понимают и так положительно относятся к вязанию а лишней темы для разговоров чтобы у них было мое вот это вот было мое занятие я не хотела бы поэтому моя зона остается моей зоны комфорта и знать об этом другим не обязательно так но и последний девчонки 14 вопрос ваше самое заветное желание связано с вязанием или вашим вязальным каналом знаете я наверное отвечу так самого заветного желания меня нет есть желание до повысить уровень своего мастерства до 100 процентов который меня бы устраивал потому что я знаю что я много чего могу добиться в вязание но всему свое время второе желание такой под желание да я конечно хотела бы научиться вязать крючком и также добиться высокого уровня мастерства вязания по вязанию крючком своему каналу я хотела бы пожелать конечно рассчитываю на заинтересованность зрителя и надеюсь что мой канал будет развиваться бросать его не хочу и не планирую то есть соответственно я буду продолжайте дальше снимать вязать выходить в эфир чтобы вы меня смотрели чтобы я могла почитать ваши сообщения ну естественно приходите на страничку вконтакте там можно пообщаться посмотреть вообще просто подружить на этом девчонки так немножечко о главном наверное я завершаю все это были 14 вопросиков на которые я на все ответила надеюсь вроде все понятно рассказала и все понятно объяснила наверное на этом тогда я буду с вами прощаться девчонки всем пока пока спасибо за просмотр и всем до новых встреч пока пока